В прошлом году китайская империя под названием Лефан пережила катастрофу. Прошлой осенью компания получила от кредиторов полтысячи требований на сумму под 200 миллионов долларов, плюс 160 гражданских и арбитражных исков на 150 миллионов. В итоге фирму решением суда признали банкротом, поэтому конвейеры оказались остановлены, а сотрудники распущены. На возрождение марки не было абсолютно никаких надежд, хотя поиски потенциального инвестора вроде бы велись. И вот денежный мешок неожиданно нашелся. Формально владельцем Лефана стала неизвестная компания, но журналисты раскопали, что фактические хозяева — китайский государственный инвестиционный фонд, а также подразделение частного концерна «Джи Ли». От былого наследия новые боссы не оставили почти ничего. Все прежние модели отправлены на покой, а вместо хорошо знакомой эмблемы нарисована другая. Сменился даже профиль марки. Теперь ее главное направление — электромобили. Первой моделью, трехрядным минивеном, поделился бренд «Джи Ли». Его под маркой Лефан начнут предлагать клиентам летом. Притом главными потребителями должны стать юридические лица, включая таксопарки. И продолжая тему рухнувших империй. Группа «Солерс» закончила сделку по покупке моторного завода, некогда принадлежавшего компании «Форд». Для этого российской компании пришлось заручиться кредитом на миллиард рублей. До середины прошлого года на производственной площадке, расположенной неподалеку от набережных Челнов, делали бензиновые моторы 1.6 для «Фиест» и «Фокусов». Но скоро наладят выпуск фордовских же дизелей. Это хорошо знакомая перевозчикам рядная четверка объемом 2,2 литра, способная выдавать от 125 до 155 сил. Ее сейчас ставят на грузовички «Форд Транзит». Мы предполагали, что дизели российской сборки наверняка появятся на автомобилях УАЗ, ведь ульяновский автозавод тоже принадлежит «Солерсу». Однако приладить мотор на нынешний «Патриот» оказалось невозможно. Как выяснилось, для установки фордовского движка внедорожник пришлось бы подвергнуть сложным и дорогим переделкам. А проект нового поколения машины марки УАЗ, как известно, напрочь заморожен.